В этом видео построю каркасный теплый дом для нашего друга. Домик будет с утеплением, с террасой, с теплыми полами с файфаем и даже ламинат будет. В общем, покажу весь процесс в деталях и опишу все нюансы. В роли фундамента подстроения выступили остатки газобетона, которые остались еще со времен строительства нашего дома. В прошлой серии я купил пиломатериал на террасу. Это брус 50 на 50 и доска 25 на 100. Нарезал по размеру. Выставил все опоры по уровню. И собрал каркас. При этом выполнив самую примитивную гидроизоляцию древесины от газобетона. С торцов планкой одновременно закрываю некрасивый край и визуально наращиваю толщину террасы. Вот такая получилась основа под будущее строение. Ранее у нашего друга был вот такой вот летний упрощенный вариант будки. Эта будка уже не нужна. Разбираю ее. Внутренний размер помещения оказался в самый раз, потому решил на базе этой будки собирать новую. Тем более, что древесина в отличном состоянии. В роли утеплителя использую экструзионный пенополистирол толщиной 5 см. Он отлично сохраняет тепло и устойчив практически к любым погодным условиям. И не только к ним. По углам прикручиваю брусок 50 на 50. К нему буду крепить вагонку. Чтобы на стыках не было продувания, прохожусь монтажной пеной. Точнее, клеем для утеплителя. Он не так сильно расширяется, удобнее работать. Нарезаю вагонку. С внешней стороны закрываю вагонкой. Забыл пропенить. Аналогично утеплителем закрываю и потолок. Кстати, бруски на углах, которым крепится вагонка, также будут и основанием для каркаса крыши. Бруски на углу. С подгонкой вагонки на углах не сильно заморачиваюсь. На финише все торцы закроются декоративной планкой. Уже что-то начинает вырисовываться. Красивая древесина. Но ее необходимо защитить от осадков и придать нужный цвет. На следующий день начал нарезать материал на крышу. Но в процессе и испортилась погода. Пришлось все отложить. Днем позже вышло солнце и работа закипела. С новой силой. Окрашиваю вагонку для террасы. Пока вагонка сохнет, устанавливаю столбы, на которые будет опираться крыша. В местах установки столбов дополнительно укрепляю основание, связывая несколько досок вместе. Будка, хоть и очень тяжелая, но на всякий случай ее прихвачу к нашей площадке, чтобы она не улетела при сильном ветре. В задней части террасу закрываю вагонкой, чтобы и не дуло, и в зимний период не наметало снег. Крыша снизу будет белого цвета. Краски и времени уходит достаточно много, по этой причине окрашиваю только видимую часть. Несущие поперечины с бруса 50 на 50 опираются на столб террасы и на две закладные на углах будки. Редактор субтитров А.Семкин На улице уже пошел минус, все замерзает. А собака кайфует, как раз его комфортная температура. Профнастил будет закрепляться в четырех точках. Вот здесь в начале, потом на этом ребре, на этом ребре и вот здесь в конце. Сама крыша идет со скатом назад, то есть уголок я укладываю здесь под профнастил. Профнастил будет ложиться сверху. А с этих трех сторон уголок будет ложиться сверху на профнастил и частично его перекрывать. Вода, снег и так далее будут стекать вот здесь и по уголку вот этому металлическому вниз. Профлисты примерзли друг к другу, пытаюсь теплой водой одновременно их помыть и разморозить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вода будет стекать с профлиста по капельнику вниз. Профлист обычно идет определенной ширины, это порядка метр двадцать. А вот длину при заказе можно задавать любую. При проектировании крыши старался учесть этот момент. Закрываю металлом остальные три стороны крыши. Пересадки нам не страшны. Но еще необходимо закончить внешний вид будки, закрыть все некрасивые примыкания и торцы. Для этих целей купил планку 60 на 15 и покрасил в цвет антрацит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто прикручиваю короткими саморезами к вагонке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут тоже некрасивое примыкание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внешний вид будки готов, но осталось самое интересное – закончить ее внутри. Пес у нас зимний парень, от снега кайфует и может прямо в снегу и спать. Но я все же решил сделать отопление, чтобы у него всегда был выбор и была возможность погреться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Купил пленку для теплого пола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отрезаю кусок нужной мне длины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В комплекте с пленкой идут вот такие зажимы. По двум краям видна металлическая лента. Завожу и зажимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изюминка нашей конструкции всей – это термостат. Не просто термостат, а смарт-термостат. Мало того, что у этого термостата есть масса настроек по температурным режимам, по дням недели, времени суток и так далее, и далее, и далее. Здесь есть еще Wi-Fi-модуль. Я могу установить приложение на телефон и управлять теплым полом. Не только со стационарной панели, которая находится где-то там дома, но и с помощью смартфона, с помощью приложения с любой точки мира. То есть, если там лупанет мороз, я спокойно зайду в приложение и подстрою температуру, если необходимо. И наш дружок будет в тепле и комфорте. Люблю такие штучки. Придумал же кто-то такое. Внутри рамка с термостатом, термощуп, который измеряет температуру, и, конечно же, инструкция. Она не пригодится. Монтаж очень простой. Делаю кармашек из малярной ленты, чтобы пыль не разлеталась по помещению. Коронкой для подрозетников сверлю отверстие. Идеально чисто и красиво. А теперь еще необходимо завести все кабели с улицы. Благо, я еще не сделал фасад. В этом нам поможет, конечно же, перфоратор. Видно улицу. Увлажняю и останавливаю подрозетник на монтажную пену. Выкопал траншею от места установки термостата в доме до будки. Для прокладки коммуникаций купил самую дешевую техническую трубу, которую смог найти. Через нее пропустил два двужильных кабеля с сечением 0,75. К одной паре подсоединяю датчик температуры через влагостойкую распределительную коробку. А второй кабель завожу в будку. Готово. Теперь коммуникации прячу. Как вроде ничего и не прокладывал. С этапа укладки ламината в доме у меня осталось немного подкладки. Тут она и пригодилась. Подрезаю так, чтобы в плоскости подкладки можно было спрятать все провода. Помощник передели. Провода зажимаю в клеммниках. И специальной битомной лентой закрываю все контакты. Также необходимо установить еще вот этот термодатчик, термощуп. Он устанавливается на одной из черных полос нашего пола и крепится этой же лентой вот таким вот образом. Также потом подкладки вырежу ниши под вот эти вот клеммы, термощуп и кабеля. Для того, чтобы пол был полностью в плоскости. Ламинат боится влаги, но ничего лучшего для пола будки я не смог придумать. Мои остатки ламината с дома как раз нашли свое применение. А чтобы ламинат не так быстро приходил в негодность, стыки промазал воском. Если что, в будущем покрытие заменю. К термостату подвел напряжением датчик температуры и теплый пол. Благо у меня еще не сделан фасад дома. Все завел со стороны улицы и не пришлось ничего штробить. Теперь могу настраивать любые температурные режимы прямо тут на панели. Или через приложение в телефоне с любой точки мира. Более подробно о монтаже теплого пола, подключении термостата и функционала рассказываю в отдельном видео. Ссылка внизу. А чтобы тепло не улетало на улицу, на входе прикреплю прозрачную ПВХ-завесу. Такие обычно применяют на складах. Только я ее нарежу на более мелкие полоски. Он кого-то знает, что у него день рождения. И что мы идем его поздравлять с днем рождения. И несем ему тортик в праздник. Дружок, с новосельем тебя! Смотрите также, как мы строим классную детскую площадку, наш двухэтажный дом и забор всей семьей. Всем хорошего дня и до встречи в новых видео!